Камере можно заходить? Вы на канале ДНОС ТВ 360 и присутствуете при важном для нас моменте, кажется мы переезжаем. Вот эту квартиру приглядели, сейчас все проверим, если все нормально, то мы здесь будем жить следующие годы. Два цента, действительно, видимо до нас здесь жил американец. Можете кстати у хозяина спросить? Хозяин не говорит по-английски, предыдущая хозяйка квартиры говорила по-английски, и нам поэтому было попроще. Ну что ж, это основная комната, зал, поворачиваем направо, будем входить все время поворачивая направо. Это кухня, холодильник, достаточно большой, но правда есть квартиры, были квартиры, которые смотрели с двумя холодильниками, прям двустворчатые, там для охлаждения и длина, но мы вот остановились на этой квартире. Снизу шкафчики для сушки, как называется, посудосушильная машина, плитка, раковина, всегда сдвоенная раковина, здесь так принято. Есть даже отверстие для того, чтобы можно было вывести воду фильтрованную, но фильтра здесь нет, поэтому если захотим можем установить, но главное, что есть горячая и холодная вода. В некоторых квартирах, представляете, в некоторых квартирах на кухне только холодная вода. Вот такая вот небольшая кухня. И сразу возле кухни технический балкон, тоже так принято, с окном. На техническом балконе обычно стоит стиральная машинка и водонагреватель. Водонагреватель один на весь дом. То есть, где бы вы воду не включились, всегда подается газ. Наружу, на улицу отводятся выхлопные газы. В предыдущей квартире у нас было сделано так плохо, что сначала эта труба даже на улицу не выходила, а коптила у нас на техническом балконе. Ну, хотя вы знаете, газ не очень много когти дает. Вот такой технический балкон, я надеюсь, вы успели повертеть головой, посмотреть во все стороны. Ну и на кухню тоже налюбовались. Кухня со стеклянными дверями, поэтому всегда можно будет наблюдать, чем тут занимается Лена. Кухонный стол справа, видеодомофон, огромный диван, но в зал мы еще вернемся. Лена проверяет все кондиционеры. Здесь длинный-длинный коридор. Спасибо, Леносик, за свет, а то ничего видно не было. Заворачиваем в первую комнату. Что-то все двери позакрывали. Вот так выглядит. А, кондиоры тестируются. Ух ты, прохладненько. Дети, это... А, я знаю. Это будет моя комната. Это самая маленькая комната. Во всех четырех комнатах и в зале. В пяти комнатах стоят кондиционеры. То есть, пять кондиционеров на квартиру. Будем платить пару тысяч юаней в месяц за кондеры только. Койка. Койку мы отсюда уберем. Это будет мой рабочий кабинет. Есть розетка для интернета, то есть, разведено по всему дому. Главное, подключить интернет. Интернета в этой квартире еще нет. 220 вольт и шкафчик. Ну, шкафчик останется, но койку выкинем, да? Койку, да. Мы решили уже с детьми, что это моя комната. Еще пока не решили, потому что, на самом деле, вот здесь самое большое место. Можно какой-нибудь стол поставить. В общем, еще не решили, оказывается. А я-то уже себе здесь нарисовал осветительное оборудование, стол, кучу гаджетов. Куда выглядывает мое окошко? Ну, посмотрите. А, не мое, не мое, извините. Чье-то окошко. Поля. Поля. И внутренняя территория гардена. Разворачиваемся, идем дальше. Здесь кольдер работает. Ну, ладно. Следующая комната. Хотел сказать, кто-то уже закрылся. Вот так выглядит эта комната. Насколько я помню, в той комнате не было вот этого большого подоконника. Здесь есть. Все остальное точно так же. Она чуть-чуть поменьше. Значит, наверное, это моя будет. Потому что, если убрать кровать, то места для работы более, чем достаточно. Вторая комната. Также кондер. Окно. Вид точно такой же, как и с предыдущей комнаты. Шкаф. Выключатель. Где здесь? Да. Розетки и интернет тоже сюда выведет. Понимаю, что сейчас большинство пользуются Wi-Fi, но все-таки мне нужен проводной интернет для моего компьютера. Так быстрее, так надежнее. Потому что сеток очень много. Иногда просто от количества сеток скорость падает до ноля. Самая большая комната. Ну, конечно же, это наша с Леной. Родительская. Главная спальня. Кондиционер выставлен на 23. Прохладненько. Несмотря на то, что открыта дверь в туалет. Сюда мы вернемся. Сначала туалет. Санузел, правильнее сказать. Совмещенный. Санузлы всегда. Китай совмещенные. И на юге Китая вы никогда, никогда не увидите ванну. Если это, конечно, не какой-нибудь крутой отель. Всегда что-нибудь подобное. Кабинка. В текущей нашей квартире даже не кабинка, а просто шторка. Когда отделяется место, где моемся от унитаза и от раковина. Неплохо. 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 Все чистенькое. Это новый жилой комплекс. Именно поэтому все так неплохо выглядит. Сантехнику мы сейчас еще проверим. Если Лена не проверила. И из туалета вот такой вот вид. Всегда в туалетах. Вообще в каждой комнате. Правила застройки Китай. В каждой комнате должно быть окно. На случай, если не будет электричества. Чтобы можно было жить. Ну или даже если есть электричества. Для того, чтобы можно было экономить. Вот сейчас, например, свет тут вообще отключать нельзя. Не надо. Все чистенькое. И мне нравится, что нет глибка вот этого. Не глибка, а вот этой черной плесени. Не та, от которой люди умирают. А вот по углам, в ваннах, между стыками появляется черный. Вот такой налет. Здесь еще ничего нет. Хотя нет, нет. Есть в некоторых. Немножко-немножко есть. Но это юг Китая. По сравнению с тем, что сейчас у нас это практически нет. Кто тут жопу выставил к ветку? Это вообще-то наша комната. Я прыгаю. Не сломай кровать, пожалуйста, до того, как мы хотя бы оплатили взнос первый. Справа большой шкаф. Огромная кровать. Сейчас у нас, по-моему, поменьше. Или такая же, Макс, не помнишь? Я, куда знаю, где она вообще не сплю. Ну да. И подоконник. Здесь можно сделать еще один. Вот, Макс, Макс, я придумал. Мы вас закроем в одной комнате с Майей, а сами будем жить в трех, в четырех. А в чем прикол переезжать тогда? Чтобы нам с мамой было больше пространства. В чем прикол переезжать? Переезд у нас... А, давайте в это еще окно угнем. Переезд у нас обусловлен тем, что дети растут, и одной комнаты им не хватает. Нужно две разные комнаты. А мне нужен нормальный рабочий кабинет. Но как там на улице хорошо? Дождик не капает? Капает, я вижу. Дождик капает. Капает дождик. Если не успели рассмотреть, можете поставить паузу. Эй, что деретесь? Я прыгаю. Даже стиральная... О, гладильная доска есть. Обычно здесь никто не гладит. Но вот гладильная доска есть. Идем дальше. Это еще далеко не все. Майя тебя не слышит, они там уже герутся. Что, что, что? Можно мне это давать? Тут зеркала нет. Здесь зеркала нет, так что... Тут здесь нет зеркала. Все. Ой, а сколько тут градусов стоит? 21, я думаю, что такое дубак? Также шкафчик, как выяснили, без зеркала. Розетки, в том числе, интернет выведен сюда. И шторочки. Ну, в общем, идем дальше. Эта комната повторяет предыдущие две. Четырехкомнатная квартира считается. Пятая комната, большая, зал не считается за комнату. Основной санузел для гостей и для хозяев. Обратите внимание, всегда два санузла, если больше двух комнат. То есть, две комнаты и зал это уже трех комнат, наверное, но здесь две комнаты спальни. И сразу второй санузел приделается. Один санузел к основной, к самой большой комнате, где хозяева живут. И второй санузел, вот, основной вход через зал. В общем, не нужно проходить через комнату. Также душ. Снизу можете видеть кран, для того, чтобы просто ноги можно было помыть, не включая душ. То есть, обычного вот этого длинного гусака здесь нет. Здесь есть кран для мытья ног. И для того, чтобы можно было набрать воду в ведро. И вид вот такой. Везде антимоскитные сетки. Кстати говоря, если посмотрите налево, это наш балкончик. Ну, я уже говорю наш, потому что мы практически ее сняли. Вот сейчас дети уже делят, кто где жить будет. Унитаз, раковина. Ух ты, туда, похоже, еще от предыдущих жильцов осталось. Да. Судя по всему, девушка жила. Ну, или очень гламурный парень. Там сумочка такая кожаная, красная. Может быть, это хозяин, я не буду дальше лезть. Такой вот санузел. Ой, спасибо вам. Что ж вы несетесь? Я же на спине глаз-то не имею. Что? Что? Самая большая комната. Телевизор. О, классный коньор. А еще и большой балкон. Я думаю, мы на балконе барбекю устроим. Главное, чтобы сильно не дымило. Только что мы выглядывали вот из этого вот окошка. Вид, вид. Ну, не то, чтобы самый лучший, но неплохой. Вот это вот все под нами, территория Гардена. А вот там можете видеть рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Это скоростная железная дорога в сторону Шэньчжэня. Гуанчжоу, Шэньчжэнь здесь проходят все поезда. Ну и все, что идет туда, на север, в том числе скоростные до Шанхая, тоже здесь проходят. Там видно трущобки, по которым мы, кстати говоря, с вами уже гуляли. Венусик, спроси, а швабра остается? Скакалка, соседние балконы. Мне нравится. Пока мне все нравится. Ну и здесь единственное, что нам не нужно, это, конечно же, большой телевизор Xiaomi. Хотя, с другой стороны, почему не нужен? Может быть и нужен. Я вижу, что у них есть IPTV, значит, интернет был заведен. Хотя хозяйка уверяет, что интернета в этой квартире сейчас нет. Разберемся. Дело в том, что интернет нельзя завести сейчас на иностранца. Нужен именно Chinese ID, китайский паспорт. Поэтому чаще всего интернет заводится на хозяина, а не на арендосъемщика, не арендатора. И хозяин что-то сегодня как-то, а я не знаю, как это сделать. Ну, надеюсь, что узнает. Даже внетушитель есть. И вот, возможно, наша квартира на следующие X лет. Чего-то там дети уже ругаются. Что, что? Макс, компьютер хочет себе. Так давай тебе отдельный соберем, женский, розовый. Сейчас, ага, 15 компьютеров. 15 компьютеров Лена не хочет. Ну что, дети, давайте что-нибудь нашим зрителям передадим. Маячок, беги сюда. Я туда. Так, и сложно будет. Увидимся в следующих видеороликах. И очень надеемся, что к тому моменту, когда будем снимать следующее видео, мы будем уже здесь. Ну и кровать, конечно, не сломается. Пока. Пока. Ах, безобразники. Нравится? Да. Прикольно. Это мой вот радостный. Максик, ну тебе сейчас эта квартира больше, чем когда мы первый раз рассмотрели? Ну, не знаю, мая убирает у меня компьютер. Я вот думаю, думаю, вот эту комнату. Я тоже думаю, думаю. Мне? 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 Подработчиками нет? Мне подработчиками нет. Все. Договорились.